Мы говорили о вопросе обеспеченности кадрами. Хвастаться нам особо нечем, только, наверное, тем, что все в мире относительно. Но в любом случае есть над чем работать. И в частности, если говорить об узких специалистах, я думаю, Борис Маркович уже это сообщил, на совещании все поняли, о чем идет речь. То есть планируется, что ординаторы второго года, в частности, например, врач-невролог, который проходит ординатуру, может быть откомандирован для работы в сотрудничестве с межрайонным центром на территории города Назарово. То есть вести консультативный прием в поликлинике города Назарово. Потому что этот вопрос долго не решается. Один из моментов, который решился недавно, это врач-уролог, который сейчас приезжает с межрайонного центра два раза в неделю, консультирует по четыре часа по записи приема. И, как сказал специалист межрайонного центра, он молодец, он направляет сам к себе. Ну вот, наверное, по такому же образу и подобию будем работать с узкими специалистами. Что касается врачебных участков, да, этот вопрос уже давно поднимался. То есть здесь, ну я уже озвучил, как мы работаем, ну и Борис Маркович озвучил, как планируется работа со стороны Минздрава. То есть в любом случае эта проблема будет решаться, потому что проблема эта, ну на сегодняшний день, она не решаемая за год и за два. То есть даже если мы начнем дальше привлекать, будет все равно естественная текучка кадров, и будет естественный уход наших специалистов на пенсию, которые вот буквально, ну, наверное, в этом году, постковидный год, он прямо в определенной степени обвалил эту помощь, потому что у нас ушло сразу три пенсионера. Все-таки это достаточно большое количество уволившихся специалистов. Соответственно, где-то проблемы в том числе и с очередями возникли. Что касается других вопросов, ну ни для кого не секрет, и давно уже про это говорили, еще даже когда я шел на выборы в муниципальный наш городской совет депутатов, это действительно программа обсуждалась уже тогда на уровне, тогда еще заместителя министра здравоохранения Бориса Марковича Немика, и он его тогда еще горячо поддержал. Это все-таки централизация стационаров. Сегодня вы услышали, что этот проект, он не забыт, там действительно еще очень далеко до его выполнения, поэтому я заранее об этом нигде не кричал на каждом углу, но сегодня министр сам поднял эту тему. То есть действительно выделены деньги на проектно-смертную документацию, в следующем году она будет формироваться на создание, еще раз говорю, общего единого лечебного городка. Это, еще раз подчеркну, не означает строительство какого-то нового отдельного корпуса, а это означает переформатирование, то есть в том числе реанимации, создание системы переходов, организацию помощи акушерской, гинекологической, вот в силу той специфики и надобности, которая есть сейчас. То есть там вообще, ну, как бы такой комплексный подход именно к созданию единой системы стационаров в поселке Бурь.